Приятель, подписывайся на канал, чтобы не пропускать новых роликов. Всем привет, друзья! Лето заканчивается, скоро всем на учебу. Ой, простите, что напомнил. Но все равно, желаю всем хорошо провести остаток лета, сделать то, что хотели. К примеру, заработать 250 рублей за комментарий на ютубе. Кстати, друзья, напишите в комментарии, как вы провели это лето, где отдыхали, и в следующем ролике рандомайзер выберет одного счастливчика, который получит от меня 250 рублей на Kiwi кошелек. Ну а сегодняшний ролик будет немного поучительным для новичков Сампа. Я покажу вам, как не нужно себя вести и что можно сделать, чтобы избежать варна. Конечно же, не всегда, это зависит от админа, который вам попадется, но все равно. Я надеюсь, что вы научитесь на ошибки этого паренька, поэтому давайте скорее уже смотреть видосик. Не забывайте, что с каждым лайком это лето становится длиннее на час, а если играть на Arizona Saint Rose, то лето вообще станет бесконечным. Итак, друзья мои, вот это я называю контентом, который пришел ко мне прямо в руки. Я начинаю прямо вот сейчас вот так вот снимать. Это экстренное, можно сказать, включение, потому что на самом деле минут еще 10 назад я просто ездил по штату и думал, что мне можно записать, может быть, какое-нибудь очередное видео с твинтурбомашинами, но нет. Я, в общем-то, наткнулся на человека по имени Иван Морис, за которым я сейчас наблюдаю, и я попросту ехал как бы по штату, я вам уже это сказал, и случайно врезался в этого Ивана, который состоял, кстати, еще минут 10 назад в полицейском департаменте, и тем самым скинув его просто из мотоцикла. Через какое-то время я к нему обратно приехал, хотел извиниться и даже, может быть, выдать ему какую-нибудь машину, но он сковал меня в наручники, начал меня сразу DM'ить и, в конце концов, меня попросту убил, и я поэтому решил записать этот ролик, потому что я не хочу это просто так оставлять, естественно, я не хочу, чтобы вы думали, что я администратор, мне все можно, я этого парня сейчас там забаню, вообще удалю ему аккаунт. Нет, просто я так считаю, что на моем месте мог оказаться совершенно любой игрок этого сервера, и поэтому нужно, естественно, принимать какие-то меры, но его уже уволили, мы можем это узнать по его статистике, он, кстати, небольшой такой левел, четвертый уровень всего лишь, практически пятый, 1 миллион у него есть на счету, сам он как бы водитель автобуса и VIP-статус у него гол, то есть, ну, особо такой нежирный аккаунт, но и как бы не совсем бомж он, поэтому наказывать его надо, мне кажется, по всей строгости, и сейчас я предлагаю, наверное, так, подождите, что он делает? Он хочет, наверное, устроиться в банк, что ли? А, нет, он хочет просто положить деньги на депозит, поэтому я думаю, что можно заканчивать за ним слежку, тп-хать его вот сюда уже и просто провести с ним профилактическую беседу. Приветствую, выход из игры бан. Вы мне можете напомнить, что было 5 минут назад? Помню, и я могу сказать, почему я так сделал, пишет этот парень. Почему же? Во-первых, я хотел, чтобы меня выгнали из фракции, во-вторых, вы специально в меня врезались. Я осознаю, что повел себя как необразованный школьник. Этот парень уже начинает как бы оправдываться и говорить, что он там необразованный школьник, себя оскорблять, но мне кажется, что таких унижений не нужно никогда делать. Ребята, если вы когда-то попадете в такую ситуацию, то не нужно унижаться перед администратором, потому что, во-первых, это всего лишь игра, во-вторых, я как бы этому парню никто. Я вам делать такого не советую, и попросту во всем можно сознаться и уже понести ответственность за то, что вы как бы сделали. Что меня ждет? Это по-хорошему варн. Но я могу постараться все исправить. Так, ребятки, сейчас я предложил этому парню пойти в скайп, мы сейчас с ним созвонимся. Я придумал одну очень интересную идею, поэтому давайте посмотрим, что из этого может сейчас выйти. Алло. Алло. Привет. Привет. Ну, я так понял, ты меня узнал, да? Да. Ну, в общем, смотри, я тебе предлагаю избежать варна. Просто сейчас я тебя тпшну, допустим, сейчас я посмотрю лидера в сети. Я предлагаю сейчас тпхнуться к нему, к этому лидеру, и просто извиниться перед ним. Как ты на это смотришь? Типа, ну, извините, прошу прощения за то, что я нарушал устав. Окей. Все, не вопрос. Сейчас тогда я тпшнусь к нему. Он сейчас в АФК стоит. Ну ладно, ничего страшного. Я надеюсь, он не ушел в АФК, блин. Я, мне кажется, знаю, тут у нас же только что было собеседование было. Он, возможно, в Дискорде объясняет, что делать. А-а-а. Он, то есть, кидает вот эти тенкоды и все такое. Погоди, а если ты меня знаешь, то что ты меня тогда убивал? Так, ладно, этот парень вышел из АФК. Ну, я относительно знал. То есть, если я так сделаю, то меня стопудов уволят. Я долго писал, я еще вчера пытался уволиться, но вчера никого не было в сети. Так, я ему написал, у нас к вам дело. Ваш сотрудник, бывший, Иван, был уволен пару минут назад. То есть, там он у меня уже, ПСЖ, наконец-то уволен. И есть одно к вам обращение от него. Он, типа, гордость, гордость включил. А прикинь, если он тебя сейчас обратно примет. Ну, я не очень хочу в РКПД. Ну, ладно. А что, не понравилось? Не очень. Мне полиция, там, мне тенкоды вот это все учить мне не очень. А, понял, понял. Так, ну что он ответит? Он что-то, блин, пишет какое-то сочинение прям тебе. И что же вы хотите? Напиши просто, типа, не хочу, не хочу к вам вступать. Просто, типа, хотел извиниться. Не хочу к вам вступать. Не, он тебя даже прям спрашивает, типа, вернуться обратно. Он, по-моему, готов тебя сейчас принять. Ну, не знаю, я стоял как на первом ранге. На второй я как-то хотел вроде писал, но все равно я перехотел. Все, он написал, извинения приняты, мистер Моррис. Спасибо, шеф. Все, погнали. Ладненько, все, я тебе тогда выдаю тачку, чтобы ты там смог доехать куда-нибудь, куда тебе надо. Окей, спасибо. Спасибо тебе. Давай больше, лучше, ну, прокачай аккаунт, типа, улучшение поставь, чтобы мог сам по себе увольняться просто. Ну, блин. Ага. Ну, просто, ну, так реально делают, типа, очень маленькие. Необразованные школьники, можно сказать. Ну, типа, типа того, да, ну, просто, блин, чувак. Я тоже так делал, но очень-очень давно. Когда мне было там 10 лет. Ну, у меня первый год игры в Санпи, я только начал. А, я понял. Вот тоже как раз. Я просто больше не знаю, как уволить. По сожалению, меня не увольняли. Ну, ладно тогда, что, спасибо. Ну, давай. Удачки. Еще раз, еще раз давай, не нарушай. Угу. Все. Счастливо. Давай. Ну, что, друзья, мне кажется, что справедливо я обошелся с этим парнем. Может быть, даже чересчур мягко. Мне кажется, я вот только сейчас это додумал, что можно было его посадить там на какое-нибудь время в тюрьму, чтобы он подумал и понял, как не нужно вообще поступать. Но все равно, этот парень сказал, что он первый год в Санпи. Ну, а кто, блин, за первое время так не делал вообще? Я не знаю. Я так делал уже кучу раз, наверное, когда только начинал играть в Санпи. Когда я хотел уволиться откуда-нибудь, я обязательно всех начинал ткашить и попросту нарушать всяческий устав. Пишите в комментарии, друзья, что вы думаете по поводу этой ситуации. Тем более, каждый комментарий может выиграть 250 рублей на ваш Киви кошелек. Поэтому обязательно, друзья, пишите комментарии и буду, естественно, рад вашим лайкам и подписок на канал. Спасибо всем огромное за просмотр, друзья. С вами был Данте. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok